Кнопочки достаточно мелкие, и чтобы было удобнее работать, существуют стиласы. Как отправить открытку в WhatsApp, купить товар на маркетплейсе и отправить мошенников в положенное ему место? Эти продвинутые бабушки выкинули свои кнопочные телефоны в пользу современных смартфонов. Так в Барнауле проходит урок в рамках программы «Азбука интернета». Пенсионерам раздают пособия, чтобы максимально подробно рассказать, как пользоваться телефоном. Есть у людей старшего возраста некоторая боязнь каких-то новых гаджетов, боятся никуда нажать. Плохо запоминают, какие функции расположены, приходится повторять, может быть, что-то по несколько раз. Мне бы очень хотелось в телефоне музыку, от звонка сына, от сына звонок, от дочери звонок, от мужа. Звук, специальная музыка, чтобы это, я знаю, что, ага, это позвонили мне коллеги. Вот сотовый, вот как я не знаю, как мы раньше вообще жили без него? Сейчас это же золото, это же, я не знаю, это прям вот кто-то придумал такой, дай бог ему здоровья. Бабушки и дедушки открывают для себя, что на телефоне они могут не только слушать музыку, звонить или писать смс. С помощью гаджета сегодня даже пенсионеры уже оплачивают услуги ЖКХ и делают покупки онлайн. Но здесь есть и другая сторона – мошенники, на которых часто ведутся и молодые люди. В пособии и на таких занятиях пенсионерам подробно рассказывают, как не стать жертвой киберпреступлений. Я сразу не свой номер и все, у меня все свои подписаны, а это я все выкидываю, не отвечаю на чужие телефоны. Кстати, эти пособия нельзя купить, но можно найти в краевых детских библиотеках. И, конечно же, теперь и эти бабушки понесут новые знания в массы, точнее, в свои чаты. Каждое утро мне присылают столько, доброе утро говорят, и я говорю, значит, как, что все живы-здоровы, мои друзья, очень приятно, да, все живы-здоровы, и я здоровая, и они знают, что я тоже здоровая. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка.